Сейчас мы с вами подошли И к самой важной части нашего курса Который называется «Ради Бога отдыхайте» Это время, когда вы можете быть наедине с Богом Практиковать то, о чем вы слышали Быть может, сейчас вы чувствуете себя переполненными Всей этой информацией о покое Что-то из услышанного вы хорошо знали ранее Что-то для вас оказалось новым В частности, мы говорили на этом курсе Об освобождении от беспокойства Освобождении от бремени, которое тяготит нас Страхи, печали, может даже и радости Но мы бы хотели, чтобы было время для практики Практики отпускания, освобождения и вспоминаний Мы хотели бы, чтобы вы пережили опыт субботнего покоя Прежде чем начнете еженедельно, 3-4 часа в неделю Практиковать то, что вы услышали Я хотел бы поделиться с вами Очень практическими методами, мыслями Которые, несомненно, помогут вам Конечно, нет никаких гарантий Относительно того, что вы испытаете в этот момент Как Бог явится вам Но мы постараемся приготовиться к этому Как можно лучше Итак, ваш опыт субботнего покоя Вы можете лишиться радости субботнего покоя И вы должны приготовиться к тому Чтобы провести какое-то время в тишине Поэтому это не время, чтобы завязывать разговор Скажем, звонить кому-то по телефону Мы бы даже предложили отключить свой сотовый телефон Или просто на какое-то время отнести его туда, где вы его не услышите Вы удивитесь, но люди могут выжить без того, чтобы вы ответили на их звонок И знаете, и вы можете выжить без этого Вы можете провести время без своего телефона Вероятнее всего, никаких экстренных звонков не будет в это время Поэтому не завязывайте никаких разговоров Ни по телефону Не начинайте беседы с каким-то человеком Просто старайтесь не разговаривать ни с кем Знаете, как незаметно мы можем вовлечься в разговор Встретив кого-то на улице Или в любом другом месте То есть вы понимаете, это время в тишине Чтобы ничего не мешало вам услышать голос Божий Будет ли Бог говорить к вам? Я этого не могу гарантировать Но во всяком случае мы должны быть готовы для этого Услышать его голос в тишине В размышлении над его словом И также все-таки следует упомянуть о том Что в это время не нужно заниматься никакой работой Есть некоторые из нас Я, в частности, трудоголики Будучи пастором, я ощущал всегда на себе бремя проповеди Я знал, что нужно готовиться, готовиться и готовиться Это знакомо всем пасторам Поэтому будет искушение вернуться к подготовке к проповеди Еще раз перечитать и переосмыслить текст О котором вы будете проповедовать И не нужно заниматься машиной Как я говорил, я часто проводил субботу в машине Особенно зимой, когда холодно Я мог сидеть в салоне и включить печку, чтобы сделать потеплее И вот сидя в машине, смотря по сторонам И замечаю пыль на панели приборов Я беру тряпочку, начинаю протирать Затем присматриваюсь к зеркалу, начинаю его протирать Если вы в машине, не занимайтесь машиной Если вы находитесь дома, не начинаете убирать дома Или если вы в этот момент замечаете, что что-то сломано, не начинаете это чинить Для этого потребуется дисциплина Не занимайтесь своей внешностью Быть может, рядом с вами есть зеркало, вы посмотрите с него И начнете что-то рассматривать на своем лице Будьте таким, как есть Таким, каким вас видит Господь Или, быть может, рядом с вами есть компьютер Я использую компьютер, чтобы писать туда то, что меня беспокоит И большое искушение открыть какую-то программу Посмотреть что-то в интернете, ответить на письмо Не занимайтесь этим Используйте компьютер только если он помогает вам в проведении субботы То, что вы намеревались делать изначально Идем далее Вы можете разочароваться в опыте субботнего покоя И разочароваться вы можете, если будете ожидать слишком много сразу Кто-то может сказать, это то, чего я так ждал Провести время с Богом, и я ожидаю так многого, что мне так много скажут Вот мой друг рассказывал мне, что он испытал во время субботнего покоя И я уверен, что я испытаю то же самое и даже более Мы начинаем ожидать, что испытаем то же самое, что испытал какой-то другой человек Но, как Лоя справедливо отметила, уже мы все разные Бог строит отношения с каждым из нас уникальным образом Только Бог знает, что у вас внутри Какое полушарие вашего мозга работает лучше Поэтому, конечно, ожидайте, но не ожидайте слишком много сразу Если вы делаете это впервые, или, скажем там, в третий, четвертый раз Понимаете, что вы еще недостаточно всему научились Вы раньше ничего подобного не делали Вы делаете это впервые И вы будете делать это вновь и вновь И может пройти много недель Прежде чем вы начнете на самом деле радоваться этому времени с Богом Можно отметить еще одно неверное ожидание Это когда вы говорите «Бог откроет мне свою волю во всех подробностях Я ждал этого, мне предстоит важное решение И вот теперь мне Господь скажет, как поступать Небеса разверзнутся, и Он проговорит ко мне И мне все станет ясно Этого может и не случиться Мы должны быть готовы Бог может проговорить к нам Но это может не происходить каждый раз Быть может, нам нужно будет провести Несколько недель в тишине с Богом Прежде чем Он, наконец, откроет свою волю Бог не всегда открывает вам свою волю В мельчайших подробностях Скорее, это исключение, чем правило Скорее всего, Он будет вести вас шаг за шагом К тому, что от вас ожидает И вот еще одно неверное ожидание «Если Бог не проявит себя, я брошу» Понятно, что это ожидание слишком многого Что значит Бог проявит себя? Может, Он проявляет себя, но вы не замечаете Итак, можем ожидать слишком многого Но можем ожидать и слишком малого И это также может привести к разочарованию Когда мы вообще ничего не ожидаем Мы можем думать про себя, что мы уже пробовали И у нас ничего не вышло и не выйдет и на этот раз Или кто-то скажет «Это не для меня» «Со мной это не работает» Я привык к активному образу жизни Уединение и тишина не для меня И такой человек вообще ничего не ожидает Не готов к тому, что Бог может сделать Или, быть может, у нас был неудачный опыт Мы пробовали и убедились, что это лишь трата времени Или вы, быть может, думаете «Ну, это все религиозные фанатики Они всем этим занимаются, это не для меня» Вы можете думать, что это лишь трата времени Что можно достичь, проведя время уединения Или вот еще одно неверное ожидание Я научился ничего не ожидать, чтобы потом не разочаровываться Вы можете вообще не ожидать ничего хорошего Поэтому, понимаете, вы можете ожидать слишком многого Испытать разочарование Вы можете ожидать слишком малого Но главное – начать и пробовать Помните о том, что оставление, осмысление и воспоминание Это три составляющие субботнего покоя Вы можете начать с того, что будете переосмысливать свою жизнь Может, с этого вам нужно начать Может, вы что-то заметите в себе Может быть, какой-то текст Писания По-особенному откроется вам И вы захотите пересмотреть свою жизнь в свете этого текста И помните, что самое главное – начать Предстать перед Богом Я призываю вас просто побыть в тишине 30 минут Первые 30 минут Если вы ранее никогда этого не делали Попробуйте и посмотрите, что получится Попробуйте просто успокоиться Вы можете прилечь Если вы уснете Это лишь покажет, как сильно вы устали Но самое главное – ничего не делайте Хотя бы 30 минут И это покажет, как сильно мы заняты Как трудно нам остановиться Вы помните определение слова «суббота» Это не только покой Это оставление Это когда мы жмем на тормоза И, быть может, вам понадобится целых 30 минут Чтобы остановиться Перестать мчаться вперед И вот очень красивый текст Писания Очень уместный здесь Остановитесь и познайте, что я Бог Буду превознесен в народах Превознесен на земле Просто остановитесь и познайте Попробуйте предстать перед Богом И затем Господь поведет вас дальше Помните эти три слова «оставить», «осмыслить» и «вспомнить» А может, Бог поведет вас и в другом направлении Итак, таков ваш опыт субботнего покоя Теперь очередь за вами Найдите укромное место Чтобы провести там время с Богом Три-четыре часа Конечно, было бы здорово потом собраться И обсудить, поделиться Тем, что каждый из нас испытал А сейчас начните и радуйтесь Позвольте помолиться с вами Иисус, ты знаешь каждого человека здесь Ты знаешь каждого человека Кто смотрит этот курс на видео Ты сотворил каждого из нас И сотворил чудным образом Сотворил каждого уникальным Со своими способностями и дарованиями И ты, Господь, знаешь, как достичь сердец людей Ты знаешь, что нуждается в исправлении Что в изменении И ты можешь дать истинную радость Если только ты даруешь свободу Поэтому прошу тебя, Господь Действуй в жизни каждого из нас Наша жизнь перед тобой Во имя Иисуса Аминь Образовательный ресурс Видеосеминарии Святой Троицы Это ваши пожертвования Мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию, о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте ТВ-семинарии ТВ-семинарии Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...